Всем привет! Сегодня мы вам расскажем секрет, какие двигатели мы продаем больше всего. Кто первый раз на нашем канале, то знайте, АвтоСтронг. Это огромная авторазборка. У нас много двигателей, трансмиссий и других бывших запчастей. Также у нас еще есть новые запчасти и технические жидкости. Так вот, сейчас мы вам расскажем, какие двигатели и почему мы продаем больше всего. Итак, досмотрите это видео до конца. Поехали! Известен ли вам такой двигатель, как 2.0 HDI? Я думаю, что известен. Этот двигатель встречается на множестве легковых и коммерческих автомобилей Peugeot и Citroёn. У него много модификаций. Сначала это были моторы с 8 клапанами, которые выпускали с 98 по 2006 год. А в 2004 году этот двигатель получил 16 клапанов. И помним, чем свежее мотор, тем сложнее у него экология. Кстати, 16-клапанный двигатель выпускался аж до 2015 года. И помним, что HDI это про Common Rail. Итак, почему людям приходится покупать любую из модификаций двигателя 2.0 HDI? А причина в обрыве ремня ГРМ. Дело в том, что все двигатели Common Rail сконструированы так, что при рассинхронизации в приводе ГРМ поршни обязательно встретятся с клапанами. И зачастую дешевле купить контрактный двигатель, нежели капиталить старый. А вот если владелец следит за мотором, меняет ГРМ вовремя, причем покупает качественный ремень, не экономит на моторном масле, то эти двигатели ходят более 500 тысяч километров. Другой востребованный мотор – это 2.2 CDI для Mercedes. Речь пойдет о ранних версиях. Это ОМ-611 с 1997 года и ОМ-646 с 2002 года. Эти двигатели устанавливались буквально на все легковые Mercedes с конца 90-х годов и аж до 2010 года. На S-классах вы этот двигатель не увидите. Также его не устанавливали на A и B класс. Но практически на всех коммерческих спринтерах эти двигатели присутствуют. Эти двигатели сделаны очень солидно. С двурядной цепью ГРМ, с чугунными блоками цилиндров. У них по 4 клапанных цилиндров, впрыск Common Rail, турбины на легковых версиях часто с электромеханическим актуатором привода геометрии. Также некоторые легковые модификации этих моторов оснащены балансирными валами. Что же случается с этими двигателями? А практика показывает, что все больше этих моторов при пробеге в 400 тысяч километров проворачивают коренные вкладыши. Мы много рассуждали на эту тему. У нас есть подробные обзоры этих моторов у нас на канале. Так что, если кому интересно, посмотрите. Но причина кроется в стиле езды. Если автомобиль оснащен МКПП, и водитель любит рано переключать передачи, то есть не крутит мотор, то вкладыши испытывают повышенные нагрузки. И многие владельцы спринтеров уже на пробеге в миллион километров поменяли эти вкладыши несколько раз. Ну, примерно 2-3 раза. Так вот, лучше этот мотор крутить до отсечки, нежели рано переключать передачи. Ну, а в худшем случае на данных двигателях может поломать коленвал. Это в большей степени касается мотора ОМ-611, но иногда случается с ОМ-646. Маслом хорошего качества эту проблему не решить. Эта проблема не обходит и легковые мерседесы. Частенько осведомленные владельцы мерседесов выкручивают масляный фильтр на половине интервала замены масла и осматривают его на наличие металлической пудры. Если металлическая пудра присутствует, то надо срочно менять коренные вкладыши. А еще надо осмотреть опоры. Они частенько изнашиваются с образованием эллипса, а также нарушается соосность коренных опор. Прикончить дизельную четверку 2,2 ЦДИ можно также с помощью топливной системы. Если распылитель льет топливо, то есть распылитель форсунки, разбрызгивает его не выемку в поршне, а куда-нибудь в сторону, то поршень может перегреться, оплавиться, треснуть и оставить глубокие задиры в цилиндре. Следующий востребованный двигатель это 1,9 литровый дизель от компании Рено. Его можно встретить на Митсубиши, Ниссанах, Вольво начала 2000-х годов. Также этот двигатель еще устанавливали на Сузуки Гранд Витара для европейского рынка. Этот двигатель сделан по канонам 90-х. У него чугунный блок, восьмиклапанная ГБЦ и ременной привод ГРМ. А также это первый движок Рено, который принял на себя систему впрыска Common Rail. А почему же мрет этот мотор и нуждается в замене? А потому что у него изнашивается маслонасос. И от этого изнашиваются шатунные вкладыши. Поэтому перед покупкой этого двигателя, либо покупки автомобиля с этим двигателем, осмотр масляного фильтра на предмет металлической стружки обязателен. И при этом придется поменять еще и маслонасос. Если покупаете БУ маслонасос, то надо его разобрать и посмотреть его части на предмет износа. В противном случае, если вы не поменяете маслонасос, то после капиталки и новые вкладыши наделают вам стружки. Ну а в худшем случае пострадают шейки коленвала. Идем далее. Постоянным спросом пользуется немолодой мотор Ford 2.0 TDCi в его ранней версии образца 2003 года. В отличие от более свежих 2.0 TDCi, это чисто немецкий мотор и никакого отношения к 2.0 HD он не имеет. Такая подмена произошла, ну, например, на Ford Mondeo 4. А этот старый 2.0 TDCi относится к семейству Puma и является основным дизелем, то есть являлся основным дизелем для Ford Mondeo 3. Также примерно до 2015 года его устанавливали на Ford Transit и его модификации. У него цепной привод ГРМ, причем цепь тоже двурядная в ГБЦ, два распредвала, 16 клапанов. Неприятным и дорогим в ремонте местом этого двигателя является топливная система Common Rail от компании Delphi. Уж очень у нее требовательны к чистоте топлива ТНВД, который требует только оригинального фильтра Delphi. В противном случае ожидайте появления стальной стружки, которая и в бак осядет, и форсунки погубит. Но из-за топливной системы двигатель 2.0 TDCi не умирает. Обычно он умирает из-за перескока, либо же обрыва цепи ГРМ. Также хватает случаев снижения компрессии из-за износа поршневых колец и износа цилиндров. И также бывают случаи стука поршневых пальцев. Следующий популярный в продаже мотор это 1.5 TCI дизелек от Рено. Он начал выпускаться в далеком 2001 году и не сходит с конвейера до сих пор, хотя сфера его применения стала гораздо уже. Если кто не знает, то этот двигатель от Рено уже четверть века устанавливается практически на все Рено, даже на Дастер и Каптюр, также на многие Ниссан и некоторые Мерседес. Такая суперраспространенность объясняет и высокий спрос на мотор 1.5 TCI. У некоторых владельцев он погибает из-за обрыва ремня ГРМ. Кто-то доводит до износа его цилиндропрошневую группу, компрессия снижается до 6 единиц и менее. Назовем мы еще одну причину, которая часто встречается на рубеже 2010 года износ шатунных вкладышей. Эту проблему удалось победить превентивной заменой вкладышей на свежепригнанных машинах. Также сокращенный интервал замены масла до 10 тысяч километров, в отличие от европейских 30 тысяч километров, тоже помогает продлить срок службы вкладышей. В общем-то, нам не за что ругать этот французский двигатель. Просто помните, что его можно угробить за пару мгновений. И, конечно же, часто покупают двигатель 1.9 ТДИ в его финальном исполнении с насос-форсунками. Эти двигатели очень популярны на Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT до 2011 года. Насос-форсунки, то есть впрыск с их помощью себя не оправдал. И инженерам не удалось писать этот двигатель в нормы Евро-5 и в более строгие экологические нормы. Но, тем не менее, эти двигатели способны без проблем пробежать, ну, например, миллион километров. Однако, и проблем у них хватает. Скорее всего, у этих моторов уже отреставрированы ГБЦ, заменены форсунки, а также такие специфические компоненты, как тандемный насос. Эти моторы погибают не только от обрыва ремня ГРМ, но и разбавление дистоплива, моторного масла. Вкладыши неохотно работают на такой смеси. Вдобавок, изнашиваются еще кулачки распредвала. И, кстати, распредвал изнашивается еще из-за использования неправильного масла, которое не соответствует допускам Volkswagen 505.01. Цилиндропоршневая группа у этого двигателя очень выносливая и надежная. Но некоторые владельцы очень хорошие умудряются доездить этот двигатель до снижения компрессии. Но есть случаи, когда такие движки уходят в разнос. Когда-нибудь слышали о таком? Любой турбодизельный двигатель может уйти в разнос. Это ситуация, когда сначала в интеркулере накапливается просачивающиеся через турбину масло, потом при определенных условиях двигатель начинает всасывать это масло вместе с воздухом. Масло охотно воспламеняется в камерах сгорания турбодизеля. Но в этом случае мотор не шепчет, а разгоняется до запредельных оборотов. Ну почти как формуленный двигатель. Не, ну серьезно? И заглушить в этом случае двигатель вряд ли получится. Заслонку, которая перекрывает воздух, просто срывает. В этом случае надо перекрыть подачу воздуха в мотор. Или заткнуть патрубок позади воздушного фильтра, либо же отсоединить какой-нибудь патрубок вблизи впускного коллектора и тоже заткнуть его. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А Автостронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы, добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это все вы знаете в Автостронге. Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Ну а сейчас перейдем к бензиновым двигателям и сразу скажем, что спрос на бензиновый двигатель гораздо чем на дизельные. И в наш список попал простенький мотор 1.6, который устанавливали на Ford Focus первого и второго поколения. Это двигатель семейства Sigma. Под маркетинговым названием ZTKS сначала он был, а затем с 2005 года Düratec. Эти моторы продержались на конвейере с 1999 по 2009 год. Их устанавливали не только на Focus, а также на Fiesta Fusion и C Max, а также на Volvo S40, C30 и V50 с 2005 года. Эти Volvo были сделаны на платформе Focus. Объективно у такого простого атмосферника нет никаких слабых мест, но его приходится выкидывать из моторного отсека после обрыва ремня ГРЭМ. Также из-за запредельного стука поршней при перекладке и сопутствующего износа цилиндропоршневой группы. Еще у этого двигателя нет гидрокомпенсаторов. Ну а если клапаны не регулировались, то такая необходимость настает при пробеге в 300 тысяч километров. И, кстати, частенько вот этот двигатель 1.6 меняют на контрактный из-за прогоревших клапанов. Еще один часто продаваемый двигатель тоже объем 1.6, но на этот раз от старенького Opel Astra G. У этого немолодого Opel есть 5 немного разных модификаций этого 1.6-литрового двигателя. Спросом пользуются моторы X16XEL, Z16SE и Z16XEP. У них схожие цилиндропоршневые группы примерно с одинаковым диаметром цилиндров и ходом поршней. И эти двигатели начинают со временем поджирать масло из-за износа цилиндров, поршневых колец, а также благодаря маслосъемным колпачкам. И также обрыв ремня ГРЭМ этим двигателем здоровья не добавляет. Идем далее. Стабильным спросом пользуются двигатели для Volkswagen Passat B5 объемом 1.6 и 1.8. У них одинаковые чугунные блоки, но в варианте с 1.6 литровым двигателем блок накрыт 8-ми клапанной ГБЦ, а в варианте с 1.8 литровым 20-ти клапанной ГБЦ. То есть это тот самый двигатель с 5-ю клапанами на цилиндр. Кстати, в варианте этого мотора для Audi этот мотор тоже пользуется хорошим спросом. Никаких явных систематических недостатков у этих двигателей нет, хотя они явно сложнее устроены, чем все вышеперечисленные бензиновые двигатели. У них мудреная система охлаждения и вентиляции картера с многочисленными магистралями. Течи, закупоривания, растрескивания приводят к проблемам с охлаждением и, соответственно, к повышенному давлению в картере. У 1,8-литровой версии еще и система изменения длины впускного коллектора предусмотрена, но ее заслонки не отваливаются и мотор не убивают. Основной износ этих моторов приходится на пробег примерно в 400 тысяч километров. И то при отсутствии нормального масляного сервиса и плюс из-за отсутствия своевременного устранения потеков масла и антифриза, то есть масло жора, задиры в цилиндрах из-за перегрева. Также обрыв ремня ГРМ это все, что приканчивает эти двигатели. А вот если на все вот это не забивать, то эти моторы пробегают 700 тысяч километров, потому что они простенькие. Ну что, как видите, самым большим спросом пользуются самые распространенные, простые и старые двигатели. И погибают они из-за хренового обслуживания. Именно так мы считаем, что отсутствие ласки и смазки просто убивают эти двигатели. Так что не экономьте и денег в вашем бюджете станет больше. Напишите пожалуйста в комментариях меняли ли вы мотор на контрактный, почему вы это делали и каков результат. Мы обязательно почитаем. Ну, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии мы почитаем. Пока.